Начнем обзоры спа, потому что это самое лучшее место в отеле. Несколько саун разной температуры, парная и хамам, водяные матрасы, зоны отдыха и купель. А вот с напитками повезло меньше. Всем приятного просмотра и хороших путешествий. Не забывайте подписываться, ставить лайки, ну и что там, колокольчики. Решили мы переезжать вечером, попали на такой классный ужин в Мирамаре. Поэтому мы здесь в 7 часов вечера только доехали, а ехали всего 3 километра. Но пока впечатление очень приятное, все новенькое и чистенькое. Заполняем документики по традиции. По бару дела обстоят так. Здесь только турецкий алкоголь включен в проживание. За все остальное, за импортный алкоголь, нужно будет доплатить примерно цена 5 евро. Даже не за бутылку. Естественно, бутылочного пива здесь нет. Эфес только разливной и только один вид пива. Так что для тех, кто любит выпить крепкий алкоголь, будет расстроен. Ну а мне нормально, потому что я пью только кофе. А он здесь есть. Анимация сейчас в отеле не работает. Она начнет с работы только с 1 апреля. Поэтому мы развлекаем себя сами. В общем-то, что сказать об отеле. Вот смотрите, например, у них есть стоит кофемашина зерновая и автоматическая. Они априори наливают из автоматической, из такой большой, промышленной. Нужно просить. И они говорят, ой, только эспрессо или только американо. Ну то есть вот какие-то такие. Опять же, турецкий алкоголь здесь только. То есть в итоге мне понравился только номер очень классный. И такое ощущение, что они строили прям классный какой-то крутой отель. Но что-то у них пошло не так с бюджетом или что, я не знаю. И в итоге, ну как бы, по еде мне не понравилось, по напиткам не понравилось. А вот номер, антураж вокруг. Здесь все очень круто, классно. И спа классный. Вот, наверное, отель номер и спа. А еда, и особенно для тех, кто любит алкоголь, будет совсем грустно. Анимация не работает. То есть она только с 1 апреля. И даже там, ну, в Павадарсе ничего нет. Детской анимации тоже нет. Детский клуб открыт, но детской анимации нет. Ну, в общем, как-то нам не очень понравилось. Поэтому мы забронировали на поменьше дней. И в следующий отель едем по Рудхимера. Впечатления об отеле я вам рассказала. И идем формировать ваши впечатления об отеле. Мы забыли написать туроператору, чтобы нам выдали этаж повыше. И, естественно, нам выдали на первом этаже. Мы зашли в номер сразу, а он оказался такой большой. И сразу у меня настроение поднялось. Вы только посмотрите, какая ванная. Ну, это новомодные такие дизайнерские штучки, что теперь выносят в коридор отдельно умывальник, полотенце. Все с подсветочкой. Слушайте, классно. В общем-то, очень уютно. Мне очень нравится, что здесь есть разделение душевой. И она очень приятная. Такая же в вояже. Очень здесь, смотрите, прям плиточка. Она такая настоящая. Ну, и все новенькое. Новенькое. Отдельно туалет. Я это очень люблю. Вот в квартирах не люблю, а в отелях очень. Зеркальце. Ну, все приличное. Ну, и шикарный, шикарный коридор. Все большое. А вот шкаф маленький. Но плюс, что здесь сразу два халатика нас ждут. Я тоже это очень ценю. Сейф, конечно же, бесплатный. Даже при том, что это седе. Тапочки в номере есть. В общем, я довольна большим коридором. И смотрите, я впервые не расстроена, что у нас ковролин, потому что он новый. И это даже приятно, потому что создает шумоизоляцию. Комната тоже просторная, новенькая, современная. У нас две двуспальные кровати. И Ане выдали, ну, такую отельную раскладушку. Она уже коннектита с другом, которого оставила и распрощалась в прошлом отеле. Но сейчас гаджеты, все общаются по телефону. Ну, в общем-то, приятно. Все новенькое. Ну, мне очень все нравится. Постель приятная, без катышек. Телевизор, конечно, маловато. Хотя мы его и не смотрим. Но все же он такой маленький, уютный. Зоны для чтения книжки, посидеть здесь, пожалуйста, поработать. Очень удобное кресло такое, знаете, дизайнерское, необычное. Атмосфера такая домашняя. Чайничек есть. Вон всякие открывающиеся ящички. Ну, как-то очень приятно. Новенький холодильничек. Снеков нет. Только напитки. Ну, вода. Да, все стандартно. Ну, и вид мы с вами посмотрим еще завтра. Сейчас покажу, как это выглядит в ночное время. Ну-ка. Так. Ну, ничего не видно. Покажу вам при дневном свете. В принципе, терраса у нас очень приятная, большая. Выходишь, как будто свой домик, резиденция. Но есть одно но. Здесь уже начинается другой номер. И нет никакой перегородки. То есть, могут зайти в гости к нам. Шел третий день, а мы все еще не посетили пляж. Отправляемся смотреть. Гриша сказала, там классно. Классный выход из отеля. Аня собралась как в Сибирь с куртками. Я самая летняя. По летнему иду в халатике. Кстати, в халатике в лобби не обслуживают. Кофе не дают. Аня поехала по дорожке. Спуск, смотрите, здесь какой. Воу-воу-воу. Прям, слушайте, высоко находится. Ну, а мы пойдем пешком по лесенке. Ощущаем себя, как будто мы находимся в старом городе. В принципе, здесь все очень приятно. Слушайте, как красиво. Пандус большой. Пляжный бар лучше, чем весь отель. Он закрыт, что ли? Да ладно. Ой, ну, слушайте, бич-бар красивый. Пляж прекрасный. Ой, ну, сегодня какие-то водоросли, что ли, вышли. Даже небольшая детская площадка предусмотрена с тентами. В общем-то, бич-бар лучше, чем весь отель, мне показалось. Создали мы на снэк-бар. Бич-бар закрылся. Он, оказывается, до 4 сейчас работает. Но летом, конечно, будет до 6, скорее всего. Идем на пляж. А он, оказывается, такой популярный. Но по этой набережной мы уже гуляли очень-очень много раз. У нас есть паломы, из чего мы здесь только не гуляли. До старого города ходили пешком. Смотрите, ссылочку оставляю на старый город. Уже на набережной потихоньку все собирают пандусы. К 1 апреля уже все будет собрано. Лежачки будут стоять, зонтики. В общем-то, пляж шикарный. Лучшая, наверное, часть Сиде. Но я вам сейчас покажу пляж. Он здесь, конечно же, песочный. Песочек меленький. Но внутри попадаются камни. Поэтому в этой части распространены пандусы. То есть там не камни попадаются, а такие пласты. Пляж песочный. Песочек плотненький. Заход очень плавный. Но вот вы посмотрите. Сейчас поближе-приближе. Вот он, видите, камушек торчит. Там начинается коралловый риф. Ну, что-то на риф похоже. И вот он по всей части идет. Вот камушки. То есть огромные глыбы торчат из воды. То есть вот так нужно плавать очень-очень аккуратно. Вот смотрите, я вам нашла показать, как выглядят эти камни, глыбы. То есть не вся часть песочного пляжа Сиде песочная. То есть вот именно в этой зоне, видите, вот такие камушки начинаются. Но поэтому здесь и пандусы. Потому что, например, в других частях Сиде пандусы реже используют. Потому что там песочный заход очень хороший. А здесь вот такая ситуация. Но пляж красивый, широкий. Не обращаем внимания на водоросли. Летом вы их не увидите. Еще мне нравится, что здесь у всех такие беленькие зонтики. В общем-то здесь очень красиво. Пандусы очень красивые. Особенно у Паломы. Ну, в общем-то, вот за исключением камней в воде, пляж прекрасный. Ой, а здесь мы решили поностальгировать Палома Фореста. Я прямо скучаю. Ну, как бы она получше. Можете обзор посмотреть. Ну, в общем-то, в принципе, да, и здесь нормально. Но раз уже видели, посмотрите, обязательно сравните. Вот они, эти злополучные камушки. Он сейчас, Аня, объединилась. Нет, они ударились. Детям, будьте аккуратны. Веселье, веселье пошло. Соскучились. Ну, смотрите, что обнаружила плюс для людей с ограниченными возможностями. Пандус удобно на колясце. У меня здесь такой расслабленный отдых. И только на четвертый день я дошла в спа. О, сразу заходим. Есть спа-бар у фитнес-центра. Но только вода, никаких соков нет свежевыжатых. В принципе, не зря футболисты выбирают отель. Здесь очень приятный. Он новенький. Находятся не в подвале, очень просторный. В принципе, кому нравится заниматься в спортивных залах, здесь необходимый инвентарь. Бежим с красивым видом. Как я уже повторюсь, не в подвале. Это большой отель. Шикарный спа, шикарный банный комплекс. Очень уютно, красиво. И он большой, новенький. Пойдем осмотрим. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Предусмотрен ледогенератор, но он не работает. Предусмотрен джакузи, но он платный. Предусмотрена купель, но она пустая. Это как раз тот платный джакузи. Они даже спустили воду, чтобы, видимо, им не пользовались бесплатно. Ну, в общем-то, интересно. Первый раз вижу в спа что-то платное. Ну, в плане джакузи. Мы уже на низком старте, чтобы посетить улицу, бассейны. Но тут нас остановило кафе-пироженое. Смотрите, здесь в патиссуре есть и автомат. И свежий вам приготовят. И оказывается, не только эспрессо, но и американо, и капучино, и латте. Кроме кофе, для любителей чая травяного огромный выбор. Здесь и с липой, и ромашкой. И все это вам заварят. В чайничек, да, заваривают? Да. Вот, и в чайничек еще в пресс заварят. Прекрасно. Любители мороженое очень часто все спрашивают про мороженое. Мороженое здесь есть. Несколько видов. Но вот белого нет почему-то. Я беру лимонное. С 15 до 16 будут выдавать вафли. Пекут очень вкусные. А здесь у нас, смотрите, еще пироженки из клубничка. Сейчас клубничка пошла, все украшают клубникой. Ну и печеньки, печеньки стандартные. Мне кажется, они вообще все в одном месте где-то заказывают. Детская анимация сейчас не работает. Но детский клуб открыт. Он большой, не в подвале. Панорамные окна, стены разрисованы. Герои сказок и не только. Человек-паук. Ну, в общем-то, слушайте, детский клуб классный, интересный. Но пока анимации здесь нет, она приедет, еще раз повторюсь, 1 апреля. Здесь на самом деле и без аниматоров прекрасно. Можно покататься на всяких этих крутилках. В общем-то, очень оснащенный детский клуб с прекрасным... Аня очень расстроена, что нет поделок. Но ничего страшного. Переживет. И мне даже как бы... Я отдыхаю, что детский клуб не работает. Но, в общем-то, встретите тут какие-то интерьерные решения. О, такой миленький туалет. Вот всегда прям меня умиляет. И переодеть малыша можно. И раковины, и миски. Ну, в общем-то, все очень красиво. Детям понравилось. Ну, здесь и для малышей, и крутилочки. Ну, в общем-то, все очень прилично и красиво. Ну, интерьер, интерьер. Мне больше всего интерьер нравится. Ну, анимация сейчас не работает, но мы организовали здесь себе, да. Поэтому развлекаемся. К сожалению, сегодня у нас не солнечная территория. Но все же, потому что постоянно по солнышку. Вообще, этот отель очень приятный для глаз. Все красивое, новенькое. Но мне вот чего-то не хватило. То есть, например, второй раз я уже не приеду. И я еще поняла, что это отель зимой не для детей, только для взрослых. Здесь живут футболисты, прекрасный спа. Но для детей ничего нет. Моя вообще плачет, тут рыдает. Почему мы уехали с прошлого отеля? Там было так весело и так далее. Ждем уже следующего. А для взрослых, конечно, зимой очень приятно. Но летом явно у него есть направленность детская. Шикарный детский клуб. Мы посмотрели там огромное количество материалов. Но пока нет аниматора, они не приехали. Есть горки для детей, и квакушки здесь, и все. Ну, конечно, это не аквапарк, но две горочки именно для детей. И детский бассейн есть. Сейчас уже дело близится к апрелю, но у них еще не заработал ни снэкбар, ничего. То есть, все-таки зимой здесь будет, кроме спа, заняться нечем. Ну, или там посидеть в баре. Пока они вот только готовятся к сезону. Но снэкбар есть, в принципе, очень приятно. Но слишком спокойный отдых у нас получился здесь. Я вам даже не снимала в последний день. Решила вам показать. В принципе, вот антураж мне нравится. Очень приятно. Но мне не хватило какого-то движа, что ли. Не знаю. Вот он какой-то по атмосфере такой, умиротворенный. И все такое. Ну, в общем-то, вот так. Но летом, в принципе, нормальный отель. Если вы его забронируете по нормальной цене, да, не заоблачной, то вам понравится, конечно. Но, мне кажется, можно найти и что-то получше. Ну, я, кстати, вон там ни разу не была. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Так, ну а здесь ничего не оказалось. Здесь заход на горочки. И очень напоминает, знаете, этот отель Таиланд. Тайский отель. Как будто вот мы в Таиланд приехали. И вот что меня поражает. Ну, вот смотрите. Ну, пустой отель. Никого сейчас здесь нет. Могли бы дать нормальный номер нам, а? Ну, вот прям, я не знаю, почему нам на дорогу, на крышу достаются. И я одно не могу понять, почему нам всегда достаются номера на крышу, на дорогу. То есть, отель сейчас, ну, он же полностью пустой. Ну, могли бы приятное сделать. Можно же стандарт дать, да, но тоже поприятнее. А не на первом этаже, когда сосед к тебе может зайти в номер. И вот, я не знаю, может быть, турагенты какие-то смотрят, почему нам брают такие номера. Мы бронируем на слетать.ру. И у меня единственное вопрос... Ну, то есть, мы через этот сервис бронируем, это агрегатор. И, возможно, из-за этого... Ну, хотя туроператоры постоянно у нас разные. То есть, мы не бронируем через одного туроператора. То есть, просто мы через агрегатор этот бронируем. И, может быть, типа, вот, если через слетать.ру, они какую-то пониженную категорию номеров дают. Не знаю, короче. Так, ну, ходим, наслаждаемся. Территория, в принципе, очень приятная. Отель очень стильный. Территория небольшая. Конечно, вы здесь не погуляете. Но зеленая, приятная, комфортная. В принципе, приятно, да, можно провести здесь. И, как мне показалось, все-таки этот отель больше для пар. Вроде они его позиционируют как спортивный. Но для отдыхающих у них нет никакой спортивной анимации. Просто здесь живут футболисты. И каждый день их загружают в автобус. И они едут на какую-то базу тренироваться. Там у них футбольные поля, видимо, еще что-то. Ну, и второй момент, что если вы приедете сюда зимой. Там, декабрь, январь, февраль. Здесь будет огромное количество команд. Потому что отель с футбольными клубами. Поэтому имейте это в виду. Потому что будете в сауну и в спа. Единственное развлечение зимнее здесь. Ходить по записи. Потому что они разделили для отдыхающих и для футболистов. О, там вон тусовка как раз вон сейчас в спа проходит, я слышу. Так, Ваня решила заглянуть, заглянуть, что у них тут за тусовочка. Ну, прикольно, у них код спа сделали. А, да, вон, видите, мы не будем уж их смущать. Ну, в общем, у них какая-то тусовка там, они тусят. Они тут и прошли, мне кажется. А, они в холодной воде сидят. Не будем футболистам мешать, тусить, отдыхать после их трудного рабочего дня. Значит, смотрите, есть у них еще классные номера. Но с детьми вам их, скорее всего, не выдадут. Тут это только для взрослых с определенного возраста. Только детей селят в такие номера с выходом в воду. Бассейн, конечно, сейчас без подогрева. Но, в общем-то, этим он еще больше напоминает Таиланд. Потому что там распространен выход в воду с корпуса. Ну, в общем-то, красиво гуляем. Есть еще один бассейн. Он сейчас тоже без подогрева. Но очень красивый, приятный. Ну, вот прямо мы в Таиланде. Как будто мы в Азию приехали. Ну, в общем, вывод такой, что если вы его забронируете за адекватные деньги, учитывая, что здесь нет импортного алкоголя, что он находится на второй линии, что пляж здесь все же с камнями. Но у них офигительный пандус. Мы были, конечно же, здесь летом. У них классный пандус. Он функционирует. Там есть бар. В общем, летом за адекватные деньги отель достоин посещения. Но если, например, он по той же цене, например, как, не знаю, Боруд Химера, вот опять же, в который мы едем, или, там, не знаю, как он Трэл Драгон. А, вот, о, можно, знаете, с чем сравнить? Палома Перисия. Вот я оставлю ссылку. Она у меня есть. Обзор есть. То, наверное, я бы лучше Палому Перисию выбрала, а не прямо вплотную у них пляжики. Вот. И если, например, цена одинаковая, вот если вы эти два отеля будете сравнивать, ну, то тогда Палома Перисия. А если этот дешевле, то, конечно, этот можно забронировать. Слушайте, что мне еще в голову пришло? У меня же есть обзор Туи Блук Санте. Это тоже Бай Эмир Хотелс, так же, как и этот. Вот их можно сравнить. И вот мне тот понравился больше. И по подаче еды. И там аквапарк есть. И он практически на первой линии находится. Пока я ходила, снимала, вышло солнышко во второй половине дня. Если бы я знала. Ну, уже не буду переснимать. А вообще я грешу тем, что переснимаю. Мне кажется, это красивее смотреть. А может быть и нет. Я зря заморачиваюсь. С солнышком еще больше похоже на Таиланд. Посмотрите, как красиво. Слушайте, ну вот к каждому отелю на самом деле можно привыкнуть. То есть я уже, наверное, привыкнула. Мы когда сюда заехали, переехали. И был большой контраст с другим отелем. И я как-то, ну, немножко прям грустила. И недавно познакомилась с женщиной в каком-то отеле. И она говорит, она имеет дело с туристами. И говорит, вот есть такой эффект первого дня. Когда человек приезжает, и это адаптация. И всех что-то не устраивает. Там ходит менять номера и так далее. Говорит, и отель плохой. И фу-фу-фу. И меняйте нам отель. И все такое. А потом проходят 2-3 дня. И люди не хотят уезжать. И говорят, ой, какой классный отель. Как все круто. Ну, в общем-то, вот со мной здесь это случилось. Сейчас я привыкла, ценила спа. И, в принципе, мне уже здесь и нравится. И я бы уже и не переезжала. Поэтому я, видите, первые 4 дня прожила. Я даже обзор не снимала. Как-то я привыкала. В общем, я к этому отелю долго адаптировалась. То есть не так, что я зашла и отдыхаю. Вот есть такие отели, к которым нужно привыкать. И это один из них. Но это тоже не есть гуд, правильно? То есть я считаю, ты должен зайти в отель. И такой, вау, огонь, отдыхаем. А здесь, ну, как-то я понимала объективно, что он новый, классный. Но вот, ну, как будто чего-то в нем не хватает. Не знаю. А сейчас я привыкла. И, в принципе, все нормально. Поэтому отдыхаем. Завтра уже, правда, переезжаем. Но мне уже как-то и грустно, что ли, уезжать красиво. А мы, на самом деле, провели практически все время здесь, у снэк-бара. На солнышке Аня загружалась вкусняшками. Я пила кофе. Мы читали книжки, играли в насолки. И выбирали школу в Таиланде. Короче, я так заморочилась, если кто-то тоже там что-то знает. В общем, я посмотрела цены. Это, в общем, в год больше миллиона за школу первого класса выходит. И мы что-то все больше и больше к онлайну склоняемся. Вот если у кого дети, может быть, онлайн занимаются или есть опыт и того, и того. Вот я бы послушала советы. Я потому что так сомневаюсь насчет онлайна. А так вот думаешь, лучше ты эти деньги потратишь на репетитора английского, там какие-то секции, еще что-то, чем вот это возить еще в школу, время на дорогу тратить и все тому подобное. Ну, в общем, сейчас написали еще в тайскую школу. А у них, оказывается, занятия в мае начинаются, представляете? Ну, я не знаю, кому-то это будет интересно в турецком, конечно, отеле слушать или нет. Но, может, кто-то тоже этим озадачился. В общем, в Таиланде, если что, в мае занятия начинаются 5-10 мая. Ближе к вечеру открываются новые места и локации. Мы уже идем на ужин потихоньку. Можно приятно провести время, посидеть за настолочками. Конечно же, работает бар, но, как мы помним, напитки только турецкого производства бесплатно, а остальное за отдельную плату. Но уютно, приятно. Но вот еще раз повторюсь, как будто чего-то в отеле не хватает. То есть все очень красиво, но как-то пусто, что ли. Но зато это плюс для тех, кто любит уединиться. Сейчас в отеле особо нет людей, конечно. И очень приятно, атмосфера приятная. Но в одиночестве подразумевает проведение вечера. Поэтому мы сидим, наслаждаемся атмосферой. Берем безалкогольный коктейльчик и наслаждаемся атмосферой вечера. В общем-то, интерьер в отеле мне очень понравился. Все очень приятно, уютно, комфортно. Но вот, повторюсь, мне не хватило каких-то напитков хорошего качества. Но зато приятно, комфортно, уютно. Ну а я не сильно страдаю из-за отсутствия импортного алкоголя. Заказала себе мохито безалкогольный. Спасибо. Прошу тебя. И идем наслаждаться в красивом пространстве. Очень вкусный мохито. Кстати, приготовили его очень правильно. Сахар у него, видите, тростниковый. Ну, в общем-то, все вкусно, приятно. Всем приятного вечера. Обор получается не сильно большой. Поэтому вам покажу и магазинчики здесь присутствуют. А покажу я вам обед тоже. Это редкость в моем супер-блоге на ютубе. Значит, смотрите, ресторан здесь разделен на несколько зон. Сейчас половина из них закрыта. Но обычно здесь обедают футболисты. Переживали, что как в Мирокле нас будут беспокоить футболисты. Но нет, здесь они очень прям воспитанные. Постоянно на тренировках. Значит, что у нас поедим? Мы на обеде. Поэтому у нас два вида супов. Суп с вермишелью. Но у них это выглядит вот так. Сливочный куриный суп. Ну, в общем, вы поняли, в основном с греночками. Выбор, я вам сразу скажу, не очень большой. Макарошки. Еще одни макарошки. Спагетти с соусом. Ну, в общем-то, макарон много. Дальше у нас зона с грилем. И я уже давно-давно не видела таких гамбургеров, когда не настоящие котлеты, а суп продукты. Но зато соусы не пожалели. Есть даже кисло-сладкие. Скумбрия на гриле. Куриное филе на гриле. Ну, в принципе, обед неплохо. Овощи на гриле. Даже шашлык из индейки. Объективно по еде все очень разнообразно. Ну, как будто немножко подача хромает. В общем-то, все, видите, есть. Все как везде. Но почему-то, может быть, это мое субъективное. Мне здесь не хочется есть. Я не знаю, почему. Картофельное рагу. Куриные крылышки в соусе. Овощи в сливочном масле. Рулет из баранины. Наггетсы. Картошка-фри. Соусы. В Турции ни в одном отеле нет проблем с салатами. Зелени всегда будет очень много. И она всегда вкусная. И овощи все вкусные. Соленья и вот такие помидорки зеленые вы встретите вообще в любом отеле. Перчики. В общем-то, все-все есть. А это мои любимые поливочки. Ну и всегда в отелях турецких есть зона со свежеиспеченными лепешечками. Лепешечки биде, хлебушек. Шой выбор сладостей на обед. Суфле. Ну, в общем-то, все очень-очень стандартно для Турции. Пудинги, суфле, бисквиты. Ну и фахлава тоже есть. Но с фисташками нет, мои любимые. Все в порядке. Все сезонные фрукты есть, кроме клубники. А клубника уже началась. Но ее мы здесь не видим. Но она была на ужине. Вам покажу, если я не буду. А на обеде сегодня даже есть закуски с красной рыбой. Вот это чудеса. Слушайте, сегодня прямо они постарались. И это на обеде. Мне кажется, что мистером нас ждет рыбный ужин. О, смотрите, октапус здесь. Осьминожки. Ну, в общем-то, что для обеда вполне-вполне прилично. Скумбрия жирненькая, солененькая. Сыры только турецкие. Ну да, только турецкие. Больше ничего такого нет. О, а здесь интересный паштет какой-то. Иногда полезно снимать обеды. То есть я к закускам обычно не подхожу. А сегодня здесь и осьминожки, и красная рыбка завуалированная в лаваш. А Гриша ест хлеб, говорит, есть нечего. Есть, оказывается, есть что. Ну вот я говорю, у них какая-то история такая, что вроде объективно все хорошо с едой, но субъективно как будто подача, что-то не такая. Какая-то тоже вроде красивая. Ну, короче, это может у меня так. Субтитры сделал DimaTorzok Начался у нас ужин. Десертов стало намного больше. Они стали красивее, красиво уложены. Ну и везде клубничка, клубничка украшает. В принципе, десертики неплохие. Тортики даже есть, бисквиты, турецкие сладости, вымоченные в сахаре печенюшечки, где вы еще и такое попробуйте, как не в Турции. Ну, в принципе, с десертом и все. Ну, и как я и предполагала, сегодня рыбный день. Креветочки здесь были. И семга у нас сегодня есть. И осьминог, и семга. Слушайте, классно. Я больше всего люблю осьминога. Сегодня, кстати, очень-очень неплохой ужин. Есть даже вкусная колобаска домашняя, рыбка. Еще одна рыбка. Что-то здесь тоже из рыбки. Ну, в общем-то, сегодня очень-очень неплохой у нас ужин. Ох, на сегодня нас балуют-балуют семгой. Но в другие дни мне не очень нравилось. А сегодня, как я решила заснять, самый лучший ужин. Ох, и сегодня котелетки у нас. Вот и рыбный ужин. Ну, это котелетки для любителей мяса. Рыбная гриля была у нас, кстати, каждый день. Но она больше жареная, чем на гриле. Ох, балуют-балуют нас сегодня. Паэлья сегодня у нас, ну, не знаю, как она на вкус, но с морепродуктами. Прикадельки по-фингерски. Из горячего у нас еще рагу из индейки. Сатэ из морепродуктов у нас сегодня. Тушеная бамия. Рыба по-флорентийски. Роти с курицей. Ну, и, конечно же, о, это вот они крабом назвали, но это курочка, конечно же, вкусный соус и картошка фри. Мы уже на старте. Едем в следующий отель Барут Химера. Нам ехать всего лишь одну минуточку. Уже приехало такси. Идем загружаться. Ну что, в уютной машинке еле влезли. Отправляемся дальше. Дальше.